Привет! Меня зовут Педро, я из Бразилии. Я приехал в Лондон два с половиной года назад. Еще недавно я работал в этом кафе, стоял за стойкой и готовил кофе. Это был сложный период в моей жизни. Я развелся с женой, начались суды за сына. Для меня это стало серьезной психологической травмой, поэтому я пытался забыться. Броситься с головой в новые отношения и найти девушку. Я нашел ее в Тиндере, она представилась Айей. За три недели у нас завязался роман. Меня привлекала ее доброта, она умела общаться с людьми. Она была очень нежной, с ней я чувствовал себя нужным, любимым. Я была шокирована, когда он мне прислал 400 листов их переписки в WhatsApp. Они планировали детей, они придумывали там какие-то имена. У них была переписка, которая, возможно, у людей, которые завтра пойдут к утарю. Про себя она рассказывала, что единственный ребенок в семье. Говорила, что у нее есть очень богатый отец, и он владелец большой компании в Манчестере. Говорила, что мать живет в России, и они в разводе с отцом. У нее был британский номер, и я был уверен, что она живет в Манчестере. Мы пытались договориться о встрече, от Лондона до Манчестера не так уж и далеко. Но она в последний момент меняла эти встречи. Говорила, что занята, что у нее командировки. Постоянно находила оправдание, и тогда я ей верил. Я верил всему, что она говорила, потому что она казалась мне очень искренней, очень честной. Дорогой Педро, ты видишь меня? Я сожалею, но видеозвонки не работают. Приблизительно через месяц знакомства она стала показывать мне какое-то приложение, разработчиком которого она сама якобы является. Я не придал этому значения, но она стала меня уговаривать, упрашивать скачать это приложение. Я хотел ей сделать приятно и стал вкладывать туда деньги. Дальше она стала просить меня пригласить в этот бизнес моих друзей. Так я и сделал. Я впутал в это всех своих друзей, и они тоже вложили деньги в криптокоинс. «Смотри, Педро», — говорила она, — «у тебя есть свой аккаунт в приложении, и вложенные деньги только твои, ничьи больше». Но чтобы вложенные деньги начали приносить прибыль, тебе нужно дать доступ к кошельку, поделиться ключом. Я и мои друзья никогда не имели отношения к крипте. Мы были слепы и думали, что у каждого своё приложение, свой пароль, свой аккаунт. Поэтому мы ничего не заподозрили. Потом мы стали вкладывать туда большие деньги — по две, три тысячи. Один из моих друзей вложил 20 тысяч. В общей сложности — 40 тысяч долларов. Когда Мария просила прислать ему больше денег, вложиться там в эту всю историю, и он сказал, что нам придётся с другом продать мотоцикл. И в итоге Мария пишет, что да, мол, давай, продавай быстрей мотоцикл. Быстрей, быстрей, мне нужны деньги там, быстрей. Да-да-да, милая, да, сейчас я позвоню друзьям. Да, там, нужно ещё что-то продать. Да, продавай. И там было настолько цинично, потому что он писал ей о любви, а она писала ему о деньгах. Когда она уже украла эти 40 тысяч, он был готов ей простить всё, потому что он думал, что она попала в плохую компанию, что, может быть, это мафия, что, может быть, можно её спасти, можно помочь. То есть человек настолько проникся вот в этот фейковый образ. Ей кто-то объяснил методологию вербовки. Она же через сайт знакомств, то есть работает. Видно, что их готовят к этому. Как правильно оформить страничку, как правильно переписываться. То есть там, ну, парню звонить с видео, полгода общаться, это надо как бы... Это не просто, это прям работа. Думаю, она там включает интернет и вот так с разными парнями работает. Это такой рабочий день. То есть это серьёзная методология. Я думаю, там есть методички 100%, как писать посты, как общаться. Любимая, дни неуносимо тянутся в разлуке с тобой. Кулон с твоим локоном я всегда храню у сердца. Уже несколько месяцев мы вдали друг от друга. Но помни, что однажды мы встретимся вновь. Благодарю тебя за вышитый платок, который ты прислала мне с письмом. Сейчас нас разделяет океан, но он не может стать преградой для моей любви. Эти цветы так же свежи, как и ты. Пусть они скрасят твой зимний вечер. Свежи, как и я? М-да, мой зимний майский вечер. Любимый. Я, конечно, понимаю, что между нами океан и всё такое. Поэтому запомни просто одно слово. Флау Вау. Так быстрее, приятнее, но, главное, всё-таки свежее. Потому что Флау Вау – маркетплейс локальных брендов, в котором можно заказать цветы, подарки, десерты и многое другое себе и близким, где бы они ни находились. Флау Вау работает с быстрой доставкой в тысячи городов в 30 странах мира. Время доставки – от 15 минут. С магазином можно связаться во встроенном чате и обсудить детали заказа. А перед отправкой вам пришлют фото товара на согласование, даже если вы находитесь за океаном. Флау Вау активно развивается в других странах. У них уже много партнеров в Англии, Дубае, Барселоне и других городах. Кстати, в конце мая начинается сезон пионов. И на платформе будет много предложений по доступным ценам. Не пропустите. Но вот так гораздо лучше. Делитесь красотой, несмотря на расстояние. И маленький подарок теперь уже лично от меня. Промокод КСЕНИЯ23 на скидку 10%, который будет действителен до конца июня. Ссылка на приложение в описании. Радуйте близких вместе с Флау Вау. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Меня зовут Виктория Петрова. Я продюсер, я документалист. Сейчас нахожусь на берегу Женевского озера. И вот так в один прекрасный день, прогуливаясь и отдыхая, я в своем ноутбуке получила сообщение в Фейсбуке от Педро. Педро написал мне сообщение, которое было достаточно коротким, что некая мадам крала у него его друзей 40 тысяч долларов. То, что я знала, что это некая Хая, которая проживает в Англии, в Манчестере. Возможно, иметь русские корни, потому что она рассказала про отца. И была одна маленькая фотография, где она была со своим отцом. Благодаря фото с отцом и благодаря фотографии отдельной, я начала искать, благодаря уже социальным сетям, неким инструментам по поиску лиц. Я нашла отца. Он далеко не олигарх, как она рассказывала ему, Педро, что отец олигарх, вот он живет в Лондоне, в Манчестере. Мама, папа, Мария здесь, в выпускной. В глазах Марии читается, как она хочет уехать, видимо, из горняка и за какой-то лучшей жизнью. Вряд ли она прислала эти деньги родителям. Вряд ли. Потому что родители вообще, видимо, не в курсе этой ситуации. Педро загорелся идеей поехать в Россию. Я думаю, что Мария никогда не думала, что она будет поймана или ее кто-то найдет. Здравствуйте, меня зовут Айбек. Я решил поучаствовать в этой истории, потому что знаю португальский язык. решил помочь перевезти Педро в его путешествии. Педро, когда только приехал в Москву, прилетел, ему очень тут все нравилось. Он говорил, какое красивое метро, там Красная площадь. Я, говорит, хочу посмотреть и Сибирь как там. Он был, в общем, в одушевлении. Люди, говорит, все хорошие. Айбек. 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 О, Педро, привет! Доброе утро. Рад тебя видеть. Педро, у меня есть некоторая информация для тебя о Марии. У нее довольно скромная семья, и, как ты видишь, ее родители не олигархи. Ее отец военный. Смотри. Раз, два, три, четыре, семь. У него целых семь медалей. Я напуган. Посмотри на вторую фотографию, ты поймешь, почему тебе не стоит бояться. Это ее отец дома. О, он такой уютный. А вот смотри, ее родители на кухне в горняке, куда ты поедешь. Они выглядят абсолютно как типичная российская семья. Это не бандиты, не русская мафия, которой ты так боялся. Как вам Россия? Для меня все здесь в новинку. Но мне тут очень нравится. По первым впечатлениям, здесь довольно чисто, очень добрые люди. Насколько я понимаю, ваша мама была против того, чтобы вы сюда приезжали. Это правда. Мама до сих пор не согласна с моим решением. И с самого начала говорила мне, нет, ты туда не поедешь, потому что там очень опасно. Там война. Ты не знаешь этих людей. Ты вообще ничего не знаешь. Но я сердцем чувствовал, что нужно ехать. Когда я разговаривал с Викторией, она рассказала мне, что в России спокойно. Никакой мафии здесь нет. И мои опасения напрасны. Поэтому я и решился приехать сюда. Вы можете назвать себя мечтателем? Наверное, да. Я часто витаю в облаках, с этим тоже нужно что-то делать. Есть ли у вас образ вашей идеальной будущей жены? Я ищу ту, которая в первую очередь будет заботиться обо мне и моем сыне. Мне нужно выбрать правильную женщину, потому что у меня есть сын. Для меня этот момент ключевой. Нужно, чтобы женщина могла заботиться не только обо мне. Но и о моем сыне. И чтобы с ней можно было создать новую семью. Вы полгода переписывались и даже не встречались. При этом вы уже обсуждали детей и семью. Как вообще так могло бы получиться? Боже, даже не знаю, что сказать. Знаете, я человек доверчивый. И когда мне говорят, что однажды что-то может произойти, я в это верю. И потом уже начинаю строить планы. Мне кажется, она нашла мое самое слабое место. Это мой сын. Вы с ней ни разу не виделись, не спали, даже не целовались ни разу. А уже обсуждаете, как будете растить детей? Очень неловкая ситуация, конечно. Но у меня с бывшей женой так и получилось. Мы тоже так познакомились. Тоже в интернете. Потом встретились. И у нас не было таких отношений, как парень и девушка. Мы сразу перешли к браку. Серьезно? Да. И были женаты некоторое время. Вы по-настоящему полюбили Марии. Ваше сердце сейчас разбито? Я чувствовал притяжение к ней. Очень хотел встретиться. Но не из-за внешности, а потому что считал, что она хороший человек. И будет хорошей женой. Я включилась в эту историю, когда Педро уже прилетел в Москву. И мы стали узнавать по поводу Марии. Кто она вообще такая, откуда. Узнали про третью гимназию в Горняке, где она училась. И удивительно, что вот такая девушка была уже там заметная. То есть и отличница, и пела, и танцевала. Выступала в местном ДК в Горняке на сцене. Такая, знаете, образ настоящей активистки. И отличница, и поет, и кружок по фото. Дальше она поступает в Алтайскую академию гостеприимства. Там защищает диплом по испанской кухне. Ну, а дальше попадает в такую, знаете, финансовую пирамиду, ну, такого нового типа инфоцыганства, что ли. Так можно сказать. То есть она начинает продавать свой образ жизни, свой лайфстайл через Инстаграм, через картинки красивые. С такими мотивационными постами, типа, перестань работать на дядю, приведи 10 друзей, начни новую жизнь. Они сочиняют истории успеха. Каждый новый адепт секты, он должен придумать, почему он именно здесь находится, каких-то он успехов достиг. Они же продают свой образ жизни. Что у нас, типа, все так вот хорошо, мы такие обеспеченные и свободные. А это клюют люди, и сами могут написать, и сами. Я тоже хочу. Ну, кто не хочет, все равно, даже вот мы с вами, конечно, хочется как-то, чтобы деньги зарабатывались полегче, чтобы было как-то больше свободы. Они продают свободу и счастливое будущее. Есть шаблоны постов, шаблоны этих мыслей, есть закрытые чаты, в которых обучают вести социальные сети. И если вы туда приходите, это обязательная школа новичка есть. Ты купил пакет и должен пройти внутреннее обучение. Это же из Америки все пошло. Amway, первая сетевая компания, в Америке была создана. То есть там серьезные методологи. И повлиять они могут на кого угодно, даже на сознательного взрослого предпринимателя, который там собаку в бизнесе съел. Когда я уже начала делать расследование через социальные сети, я поняла, что последние годы она работала в неких финансовых пирамидах. Причем финансовые пирамиды были достаточно известны на территории Алтайского края. Известны своими мошенническими схемами, когда людей заманивают в такую некую финансовую секту, просят брать кредиты, вкладываться в непонятные инвестиции, которые потом будут расти. Инвестиции с криптой, без крипты. То есть я поняла, что Мария получила прекрасный опыт в этих организациях для того, чтобы просто потренироваться на Педро. Это компания сетевого маркетинга с продуктом в виде кэшбэк-сервиса, который они позиционируют как продукт, что они это продают, этот сервис, эту возможность, ну и возможность заработка. Основана компания несколько лет назад группой опытных в этом деле профессионалов, можно так сказать, за плечами у которых по несколько десятков лет деятельности в подобных пирамидах. И один из основателей – француз, который вот в этой сектантской теме много лет. И зовут его Филипп Робияр. Это француз, и он начинал, по-моему, еще чуть ли не с герболайфа. Несмотря даже на то, что Банк России обнаружил в сервисе признаки финансовой пирамиды, бизнес продолжает процветать. Наверху пирамиды обосновались организаторы – француз Филипп Робияр, Антон Агафонов, Наталья Ярославцева и Сергей Савич. Ну а дальше в каждом городе этот бизнес представлен разными компаниями – WinWin, EasyWin, RushTeam и сотни других названий. Смешно, что несмотря на красивые названия, статусы ВКонтактики, типа «добейся всего сам в жизни», по сути, это была такая же финансовая пирамида, в которую наверняка вкладывали еще ее родители. Только там было что-то осязаемое, ну, типа Леня Голубков покупал жене сапоги. А здесь, по сути дела, продажа воздуха. Для Мари это был такой некий шанс, который, я думаю, она увидела в этой инстаграмной жизни, в инстаграмной жизни лидеров лохотрона, в инстаграмной жизни лидеров этой финансовой пирамиды. Это Эмираты, это красивая бурж-халифа, это платья, это какие-то ужины, это бали, это виллы. А у кого-то сегодня сбылась одна мечта на Пенистане. Помните вашу последнюю беседу? Каким был ваш последний разговор? Да, когда мы говорили в последний раз, она спрашивала, все ли у меня в порядке, потому что мне пришлось переехать, чтобы мои друзья, которые тоже вложили свои деньги, меня не убили. Ваши друзья хотели вас убить? Вашей жизни в самом деле угрожала опасность? В один прекрасный день я выхожу из дома, а у входа меня поджидают двое незнакомцев. Начали допытывать, где мои деньги? Я говорю, не знаю. И меня стали бить. А еще один паренек, который вложил 20 тысяч долларов, пришел ко мне с тем же вопросом. Педро, где мои деньги? Я отвечаю, боже, я понятия не имею. Он меня предупредил, что в следующий раз разговаривать уже не будет. А он такой здоровый, я думаю, боже, это как надо понимать. И тогда просто взял и переехал из этой квартиры. Дело здесь не только в деньгах, понимаете? Это ведь коснулось и моих друзей. Когда Мария забрала деньги, мои друзья подумали, что их взял я. От меня отвернулись все друзья, понимаете? Важно, чтобы я смог очистить свое имя перед ними, потому как они были близкими для меня людьми. Как вы думаете, здесь, в России, вам удастся найти ту справедливость, которую вы ищете? Думаю, удастся. Я хотел бы встретиться с Марией лицом к лицу и сказать ей все, что я хочу ей сказать. Все, что накопилось в душе. Когда она меня обманывала, то думала, что я полный ноль. И не узнаю, кто она такая и где живет. Ее же интересуют только деньги, а не то, что я чувствую, думаю и чего хочу. Я просто хочу, чтобы она поняла, во что превратилась моя жизнь из-за нее. Мы нашли у нее в подписчиках Диму Колесникова, который, скорее всего, является сутенером, который поставляет, наверное, девочек в Эмираты или в Дубай, потому что мы написали ему со страницы модели, попросили посмотреть фотографии. И он тут же сказал так, да, присылайте мне вот, что у вас есть, снэпы, фотосессии, там во всех ракурсах. Я посмотрю, какую работу я вам могу предложить. Вот этот Дима Колесников. По виду он прям такой киношный какой-то мафиозный человек, может быть, какой-то сутенер. И все его друзья и подписчики – это модели, эскортницы и подобного рода барышни. Начали-начали по цепочке, по цепочке, по цепочке раскручивать. Барнаул, Горняк, эскорт-агентство, еще там какие-то съемки. Потом она в Дубаях, потом она с фаерами. Я нашла ее на видео в клубе Sky 2.0 в Дубаях, где она носит фаеры, где она работает как баргелл, девушка, которая занимается шоу-программой там с фаерами, с бутылками. Начала писать со страницы своего друга. Начала я писать. Первый раз у меня была идея доставить ей цветы. Она меняла адреса, меняла время, не хотела ничего говорить, проверяла компанию. То есть она очень-очень-очень боялась и шифровалась, что ее локация будет каким-то образом узнана. В итоге она получила букет. Добрый день. Да, спасибо, цветы пришли. Они такие красивые. Действительно, лучший букет мне в моей жизни еще не дарили. Поэтому спасибо огромное. Очень-очень приятно. Не написав, что я его получила, не прислав фотографию, ее местоположение букета, который мы сказали курьеру, это был просто такой бизнес-квартал. То есть она встретилась с курьером в районе бизнес-квартала, и она, может быть, даже не проживает в нем. Потом я предложила организовать через моего друга ужин в ресторане, на который он сфотографировал и прислал ей брендовый подарок, который он должен был вручить на ужине. И по моей задумке, на этот ужин должен был прийти сам Педро. Твою ж мать, это просто пипец какой-то. Решила выйти на секундочку, раньше, чем приехала. Такси. Мы сейчас едем в московский аэропорт и полетим сегодня в Дубай. Мы договорились о встрече с Марией, и мы туда едем. В последний момент, в последний момент Мария выключила все телефоны, удалила свой аккаунт и с какого-то левого номера без фотографий прислала сообщение «Извини, я улетела в Таиланд». Я поняла, что она боится, я поняла, что она что-то как бы заподозрила. Но для меня также это было очевидно, что здесь ни при чем Педро, потому что она никогда не думала, что Педро, такой наивный простой мальчик из лондонского кафе, сможет прокрутить такие схемы. Я думаю, что у нее было сотня таких Педро, которых она вот так окручивала, и она поняла, что кто-то за ней следит, что это опасно. То есть она вела себя как девушка, которая понимала, что она делает какие-то криминальные вещи, и она как бы уходила на дно, уходила на дно. Я должна тебе сообщить неприятную новость. Что случилось? Она отменила эту встречу, она поменяла номер и написала мне сообщение «Привет, как дела?» Я потеряла телефон и улетела в Таиланд. Ладно, ничего страшного. Мы поедем тогда в Сибирь. Мы сходим к ее родителям, сходим в полицию. Если ты захочешь там познакомиться еще с одной девушкой, я тебе помогу ее найти. О нет, лучше я буду один, так спокойнее. Мы встретились утром, чтобы полететь в Тубай, но летим в итоге в Сибирь. Нас ждет долгий-долгий путь туда. Сначала 4 часа на самолете, потом 4 часа на поезде, и еще 2 часа на машине. Итого 10 часов. Мария и тут продолжает доставлять нам неудобства. Мы стали узнавать про этот поселок Горняк. Ну и, как обычно бывает в таких ситуациях, всегда обращаешься к региональным журналистам, чтобы узнать больше информации. Там мы нашли единственную региональную газету. Она называлась «К новым рубежам». Но мы ее посмотрели и решили, в общем, не обращаться. Особенно с учетом того, что отец Марии, он военный. Иисус Христос, мне так холодно. Я сейчас превращусь в ледяного из Тукана. Когда мы летели до Барнаула, потом поездом до Рубцовска, мы видели очень много солдат. Честно говоря, было страшно. Все их внимание было приковано к войне. Все крутилось вокруг этой темы. А я приехал рассказать свою историю. Я проделал такой долгий путь, все бросил. Я думал, что люди мне помогут, когда я приеду, заинтересуются, поймут меня и захотят поддержать. о том, что произошло. Мы приезжаем в город Рубцовск. Берем такси и выдвинулись в этот город Горняк, где живет семья этой девушки Марии. Ну что ж, мы подкрепились и теперь держим путь в Горняк. О мой Бог, я так счастлив. Ты даже себе не представляешь. Ну, ехать туда чуть больше часа. Казалось, что это приграничная зона с Казахстаном. Подъехав к посту, нас остановили, посмотрели наши документы. Начали нам задавать вопросы, зачем вы туда едете, есть ли у вас пропуск, о котором мы не знали, что он должен быть. Взяли наши документы и куда-то пошли звонить. Мы там ждали. Ну и потом вышел этот сотрудник, сказал, что нас не пустят, потому что у нас нет пропусков. Пока мы ждали на улице, пока с нашими документами что-то решали, звонили там куда-то. Я видел, как машины проезжали туда-сюда, и люди, чуть притормаживая, просто в окно показывали паспорт. То, что он российский. И этого было достаточно для пограничников. Но нам ничего не оставалось, как мы взяли, развернулись и уехали в Рубцовск. Вы знаете вот эту девушку? Нет, нет. Понятия не имею. Спасибо большое. Посмотрите на ту девушку. Возможно, вы поможете нам. Помните, мама. А нет, была, была, да. Была, она с горненьками. Когда в последний раз ее видели? Ну, потекло, потому что девчонки без шапок ходят, волосами светлые. Спасибо за информацию. Ну, чем смогла, тем помогла, конечно. Ее родители хорошие люди. Отец служит в российской армии. Ее мать выглядит, как хорошая, добрая женщина. Они наверняка не подозревают, чем их дочь занимается. Дай бог, чтобы все наладилось у нас. Отдохнуть зимний, если снег, вот он, как со снегом. Есть горки у нас, Егорьевка, здесь Егорьевский район, есть горки, там база есть, база отдыха. Такой вот центр арки у нас. В Рубцовске большая приключательность. там можно покупать, там можно покупать. Вот так в основном молодежи, в основном вот кинотеатры, боулинги, вот у нас жемчужина есть, боулинг есть, всякие развлечения есть. Остальные все сауны. Вечером мы заказали сауну, Педро там очень понравилось, купался и смеялся, что не удалось попасть туда, куда нужно, а вот в сауну попал. Ну, в общем, нормально время проводили. Мы пришли в место, где прежде бывала Мария. Она проводила там выходные. Может быть, нам удастся встретить тех, кто что-то о ней слышал. Своим лишь так. Может, она даже тут была. Вот ее фамилия, Кожевятова. Кожевятова? Кожевятова. Я не знаю. Она звонит мне на интернет. Она обещала выйти замуж, что мы создадим семью, но это было лишь предлогом для мошенничества. И в то же время Андрей Сидни разочаровался, а в 17-й девушек надеется познакомиться, чудовица. Такая она милая. Ну, явно не такая, как ты. Пойдем лучше внутрь, ты замерзла. Пойдем. Пожалуйста, не зачно, как я поднимаюсь. 支 , уже все прямо. То есть, получается, 22-й год, Лондон, да? Да. Вы на этом как сайте, так, как называется? Тиндер. Тиндер, да? Тиндер. Тиндер или Гер? Тиндер. Тиндер. Гер, Геркука, да? Да, да. Дэ? Да, Тиндер пишется. Я знаю, что тебе еще. Приложение, где знакомый? Гражданин Бразилии, а в 22-й год проживал где? В Лондоне. В Лондоне, да? Да. Работал, а что там у него там было? Работал барист в кафе. Работал, да? Да. Я скачал приложение, оно было фейковым. Завел личный кошелек. И когда там набралась приличная сумма, она завладела этим кошельком. Ну, он вложил 3 тысячи лично долларов. А она просила, чтобы его друзья тоже вкладывались. А что это такое вообще? Я не понимаю. Ну... Что это вот, что это, игра или что это, что это... Что это такое вообще? Это не настоящий был, как бы, кошелек. Это был фейк-кошелек, куда деньги клали, и она имела доступ ко всем созданным аккаунтам. То есть вот создал он кошелек. Вот, смотрите, если она в это время находилась, допустим, в Оптерском районе, в Горнике, в городе, да, там город шахтный маленький был такой, то это может и место совершения преступления считаться, да? А если где-то она находилась там в это время, в Англии где-то и что нам даст это? Ну, есть переписка с ней, что она, ну, как бы, подтверждает, что вот, пропали деньги, она говорит, да, вернем туда-сюда, надо еще вложиться. Ну, то есть хотя бы есть личность преступника предполагаемая? Нет, с чего-то начать надо, во всяком случае. Вот все-таки надо поехать туда, написать заявление на имя начальника полиции. Да, но... А как написать-то? А как написать как? Начальнику... Ну, я понял, мы сюда-то пришли. И как, я думаю, мы будем с вами писать или как? Мы же не будем писать-то, когда с утра я уже пришел написать-то, тут и тема. Заявление напишем, заявление напишем. А остальное вот объяснение, надолго выяснять там у кого-то что-то. Я, честно говоря, я ее вряд ли разберусь, наверное. Она гражданка Российской Федерации, а преступление, может, там совершила, где-то, может, в Эмиратах была, может, она в Англии была. Ну, не установлено. Там, может, в другой доме, может, находиться, могла так же. Отказать могут возбуждение дела, даже разобраться, понимаете? Даже по этим основаниям, что, как бы, сказать, здесь дело территориальное, там, это преступление другом государства совершенно общее. Заморочите вы голову в этом, в отделе полиции. Да ну... Пупусь они там ломают, сидят, потому что я, как бы, перспективы большой не вижу здесь. А вот это внизу, что там, аж внизу, вот это начальник, вот это... А это объяснение хотел писать, а тут слишком суетно, вот, когда думали, Даша, пусть снегу ломают, да. Так, такая роспись сложная, обманули. Ну, там завтра созвонимся как-то, что-то... Ай, ну, не ты один такой, таких много. Катастроф. Нет, таких много. Мы второй день в Сибири, мне здесь очень нравится. Люди очень гостеприимные, добрые, постоянно спрашивают, откуда я. Пытаются со мной познакомиться. Вчера мы пытались попасть в поселок, откуда рота Мария. Но не получили разрешение на въезд. Но я надеюсь, что сегодня получим и попадем туда. А пока мы останемся здесь и будем пить кофе три в одном. Здесь другого нет. И очень-очень горячий чай. Превосходно. У нас было три адреса в горняке, которые мы выяснили, где могли, предположительно, жить родители Марии. Ну, и вы понимаете, чтобы выяснить, по какому все-таки из адресов они живут, они задают кому-то квартиру, нужно было как-то это узнать, чтобы люди, не ожидая подвоха, сказали, да, я вот тот-то и тот-то. И у меня родилась такая идея, чтобы курьер принес букет цветов в каждую из этих квартир. Мы четко проинструктировали курьера, что не нужно говорить, от кого он, от кого цветы, что это вот просто подарок от неизвестного поклонника. И главное, чтобы точно курьер сказал, кто получил букет в каждой из этих трех квартир. Но живем мы в России, поэтому всегда все идет не по плану. Курьер по какой-то неведомой нам причине, несмотря на то, что мы его жестко инструктировали, оставил бумажку с номером телефона продюсера, который был с ним на связи. После чего телефон продюсера просто взорвался. Отец Марии, это уже наше предположение, видимо, используя свои военные связи, рассказал о нашей команде, узнал, собственно, по номерам телефонов, к кому они относятся, и нас вызвала погранслужба. Ну, якобы под таким предлогом, что они очень хотят нам помочь, сделать все пропуска и, в общем, всячески содействовать нам в расследовании. Ну, мы, как добропорядочные граждане, в 11 уже были там, на следующем утром. Нас встретил человек, очень дружелюбный молодой парень, сотрудник. Сказал, что нужно выключить телефоны, потому что это режимный объект. Ну, мы выключили, посадили нас в комнату. Комната без окон, без дверей на первом этаже. Потом нас начали вызывать по одному на разговор. Первый я пошел, завели в кабинет, где сидел этот Леонид за компьютером, и еще один сотрудник, который сказал, чтобы я достал из шкафчика свой телефон. Начал осматривать мой телефон. Второй сотрудник говорит, что смотрит номера, какие-то экстремистские материалы, и вбивал в мою адресную книгу. Видимо, какие-то номера, не знаю, у них есть. Ну, то есть, ощущение, что он спрашивал все, что угодно, кроме того, зачем мы приехали. Меня спрашивали, что ты делал в Англии? Я ответил, я работал на кухне в кафе. Стали спрашивать, кто был моим шефом. Я ответил, не знаю, никогда его не видел. Это была крупная сеть, как Макдоналдс, например. Мы никогда и не видели руководство. Потом стали задавать вопросы о том, служил ли я в армии, знаком ли я с другими русскими, которые живут за границей, знаком ли я с украинцами, есть ли среди них мои друзья. Спрашивали, что я думаю о войне, чего я боюсь, чего боятся люди в моем окружении. Я ответил, что люди боятся ядерной войны. Он шутил, когда ехал в Россию. Я помню, что я сказала, что все будет хорошо. Я была уверена, что все будет хорошо. Мы все были в этом уверены. Он шутил, что там мафия, что там КГБ, что там мафия, что там его могут как-то держать или еще что-то. Я говорю, нет, что ты, ну не может быть. Я была уверена, что все хорошо, ты турист. В итоге, как только он вступил на российскую землю, его держали сначала на допросе, потом у него был еще один там допрос уже в Барнауле, в Алтайском крае. И потом полиция, пограничники дежурили вокруг отеля, где жил Педро. И вот для них Педро являлся каким-то злодеем, каким-то криминальным авторитетом, каким-то, может быть, террористом, шпионом из Лондона, из Бразилии. Педро, который работает в кофейне, который настолько далек от политики, насколько это только возможно. ФСБ, значит, нам говорило, что поможет. И вроде как это в их интересах даже. Помочь иностранцу с дальнего зарубежья в этой такой, вроде бы, банальной истории. Но они не то, что не помогли, не дали нам пропуски. Это как бы хорошо, это их дело. Но они начали создавать нам проблемы. Обзвонили, я так понял, родителей, сестру этой Марии. Потом у нас еще были какие-то там герои, ее учительницы и так далее. Все пошли в отказ, не хотели уже с нами общаться. И непонятно вообще, зачем это было все усложнять. Потому что здесь просто история любви, обычное мошенничество. Развели парня, так сказать, по доброй душе. Он там отдал эти деньги. И просто можно было ему помочь и представить себя в хорошем свете. Но нет, по какой-то причине эти люди, сотрудники спецслужб, полиции начали нам наоборот ставить палки в колеса, делать все, чтобы мы не доехали. Более того, чтобы мы быстрее оттуда уехали. Кругом за нами слежка идет полицейских машин. Две проехало. Вон еще одна стоит. Все время за нами следят какие-то шпионы. Даже в пельменную с нами заходят. Мы пошли в пельменную, в которую мы ходим каждый день. Зашел какой-то очень необычный человек. Синяя рубашечка, которая не похожа на того, кто ходит в пельменные. Сел рядом и слушал. Постоянно какие-то люди, машины, полицейские. Опять на рецепшене сказали, что с нами приходили. Они обещали нам помочь. Я надеялся, что сегодня мы получим разрешение. Но нет. Я думаю, это произошло потому, что отец Марии военный человек. По крайней мере, в прошлом. Ну и возможно, его кто-то покрывает. Еще вчера нам обещали, что мы туда поедем. А сегодня, мало того, что нам не дали разрешение, к нам в отель опять пришли полицейские, якобы проверять документы. За нами постоянно кто-то ходит, кто-то смотрит. Я вообще не понимаю, что происходит. Я сейчас поеду туда без разрешения, один. Без съемочной группы. Это моя жизнь, это мое решение. Если меня арестуют, что ж, это будет означать конец моего фильма. Надеюсь, до ареста я успею рассказать родителям Марии свою историю. С самого начала я заметил, что людей интересовала только одна тема. Война. Больше ничего. Я пытался бороться, но победить в этой борьбе я не мог. Сперва я думал, что люди меня поддержат, что помогут хотя бы советам. Хоть чем-нибудь, но я был один. Со мной была только моя команда. Поскольку нам не дали разрешения, ехать туда было опасно. Я сказал ребятам из съемочной группы Сергею и Айбеку, уезжайте, ребята, у вас теперь свой путь. У меня свой. Я поеду один. А он сказал, что ему терять нечего. В крайнем случае, его депортируют или закроют ему въезд на какое-то время, но он должен это сделать. И он поехал. Мы в четырех минутах от дома родителей Марии. Мое сердце очень быстро бьется, потому что я так долго ждал этого момента. Я не знаю, будут ли они мне счастливы и вообще, примут ли меня, какая будет у них реакция на меня. Вот этот дом должен быть их. Аттеншин, док. Итак, ребята, это дом. Здравствуйте. Здравствуйте. А что мы здесь делаем? А мы к вам. А что шарится по двору? Ну, к вам достучаться не могли, в окошко постучали. Здравствуйте. А это? Камера. А, телефон. Ну, камера нужна. Вы, наверное, сестра Марии, да? Я отчего. Ну, подождите, не кричите. Вы сестра Марии, да? Девушка. Я как очень не хочу. Мы стараемся по-нах. Это парень, который общался с девушкой. Дальше что? Ну, он хотел бы узнать, какая у нее судьба. Вот где он, где она, как. Но он переживает, что с ней. Она не выходит на связь. Да что вы. А у меня совершенно другие информации. Ну, я вас в жизни не знаю. И знать не желаю. Вики, привет. Мы здесь, у дома ее родителей. Тут небольшая неприятность. Можешь поговорить с ними? Здравствуйте. Я так понимаю, что... Правильно понимаю, что вы родственники Марии Кожевятовой. Дальше что? Дальше что? Дело в том, что... У нас сейчас очень серьезная проблема с Марией Кожевятовой. И Педра ее разыскивает. Ему необходимо с ней поговорить. Потому что Педра собирается писать заявление. И он просто хочет с вами поговорить. И договориться по-мирному. Чтобы просто... Вот вы ему объяснили, где находится Мария. Что она, может быть, это не она. Может быть, она в какую-то попала ситуацию. Может быть, ее кто-то... Какая-то контора сетевая. Может быть, ее кто-то кинул. То есть он хочет по-хорошему поговорить с родственниками, поговорить с родителями просто. Ему жалко. Он готов ее простить. И он говорит, что вы хорошая семья. И он переживает, что вот дочка может и вам как бы принести кучу проблем, и себе. То есть если она будет этим криминалом заниматься, то это все может очень-очень плохо кончиться. И он говорит, ей надо остановиться. Вот с ней надо как-то поговорить, чтобы она этим не занималась. Мне нахрен эта нервотрепка не нужна. Хватает мозгов чутить хуйни, пускай сама разгребается. Я больше по-другому не могу сказать. Здесь полиция. Ты можешь с ними поговорить? Здравствуйте. Да, здравствуйте. Уграничная служба. Здравствуйте. В Рубцовске он там уже заезжал. У него там пропуска не было. В Рубцовске ему там сказали, что он не может сюда заехать, пока пропуск не сделают. И, соответственно, все равно добрался какими-то, видимо, объездными путями. Поэтому сейчас минимум штраф уписывать его, потому что он по граничной зоне находится без разрешения. Давайте выпишем... Он, соответственно, с собой забирает. А, вы его забираете с собой? Ну, сейчас мы просто его заберем. Там он у нас посидит, там мы оформим, все бумаги сделаем, и мы дальше уже будем решать, куда его увозить. Мы ему просто уже говорили в Рубцовске, что сюда не нужно ехать. И он все равно приехал. А, к сожалению, все требуют крови уже. Сестра с нами была очень груба. Она говорила, что это проблема Марии, и все в таком духе. Потом отец обошел дом, чтобы покормить кур, и оттуда вызвал полицию. Когда приехала полиция, я испугался, потому что отец заплакал. Оно и понятно. Мария украла много денег, вдобавок ко всему оставила родителей в такой скверной ситуации, оставила в бедности. Мне кажется, я понимаю, что он чувствовал. Такого не должно быть. Я разделяю его боль, потому что и сам отец. Для своих родителей я старался быть хорошим сыном. Поэтому меня так захлестнули эмоции. Сотрудники полиции забрали Педра с этого дома. Увезли в отделение. Более того, нам потом звонили опять с ФСБ, спрашивали, почему вы Педра туда послали. Это как бы его желание. Он совершеннолетний человек. Если он хочет туда поехать, но он поехал. В итоге, наверное, они не знали, что с этим делать, потому что и переводчик нужен, и он уже был на взводе. Они его там держали какое-то время, уже и ночь была. Потом они его отпустили. Отпустили и выписали ему штраф. Все на этом. Педра поехал в Барнаул, в аэропорт. Я думаю, что эта поездка в Россию, она для него стала таким неким кошмаром и апофеозом этой всей ситуации. Потому что, когда я увидела по видео из горняка, когда мне звонил рыдающий Педра, рыдающий, я не видела, чтобы мужчина так плакал, как плакал Педра. Он проделал тысячу-тысячу километров, чтобы поговорить с родителями, а в итоге он увидел преграду. Когда он в слезах рассказывал свою историю любви, то ему, по сути, никто не верил. Все принимали его за бразильского шпиона, за, может быть, какого-то нарушителя границ, за какого-то суперкриминального авторитета. Но посмотрите на фотографию Педра, посмотрите, как он выглядит. Ну, какой из него может быть террорист, шпион или какой-то криминальный лидер? Человек, который приехал с фотографии поговорить с родителями, и этот отец, который накануне предупредил пограничную службу об этом Педра и то, чтобы его, возможно, не пускали, он сделал из этого какое-то преступление. Сейчас мы направляемся в отделение полиции подавать заявление на Марию. Мы пытались это сделать в горняке, но там нам не смогли помочь. Пытались поговорить с родителями, они не захотели. Поэтому подаем заявление в Москве. У меня на руках все документы. Мы должны все успеть до моего отъезда, потому что у меня мало времени. Всего 4 часа до вылета. Я вам честно скажу, вначале мы вообще думали не выпускать этот фильм, потому что, ну, по сути дела, снять нам ничего не дали и показывать нам нечем. Но потом мы сели все редакции и подумали, слушайте, ну ведь это же тоже получилось в своем роде такое абсурдистское кино о кино, фильм о фильме. И почему бы нам тогда не приоткрыть завесу тайны и не показать, как на самом деле снимаются наши документалки. И как иногда вот совершенно удивительным образом, особенно сейчас, в наше сложное время, воспринимаются различными силовиками любые расследования, даже когда они носят, ну, по сути дела, вот такой вот социально-уголовный характер. Назовем это так. То есть мы рассказываем историю про обманутого любовными ожиданиями героя Педра, которого обманула простая русская девушка из маленькой деревни Горняк. А в итоге получаем историю про то, что пограничники подозревают нас чуть ли не в шпионаже, значит, слежка, запреты, перекрытия. У Педра незабываемые ощущения от России и проведенные часы в спецприемнике. Ну, в общем, весь тот набор From Russia With Love человек получил. Жалко только, конечно, что настоящего расследования у нас не получилось. Мне не повезло, потому что сейчас идет война. Мне просто не повезло. Вот и все. Но мнение о людях... Люди были ко мне так добры. Ничего плохого не могу сказать. О стране и о людях. Это прекрасная страна. Мне очень понравилось в России. Я здесь первый раз, и мне все безумно понравилось. Я надеюсь, что приеду сюда еще. Если у меня будет возможность еще раз посетить те же места, это будет замечательно. Все было очень круто. Люди, бары, девушка Софья, с которой я танцевал. Потрясающе. Очень добрая, очень красивая. Я даже засмущался, если вы понимаете, о чем я. Все было хорошо. Я обязательно вернусь. В этом я уверен. Мне не на что жаловаться. Меня здесь очень хорошо приняли. Я думаю, что я просто приехал сюда в неподходящее время. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!